Деяние 15 глава Деяние 15 глава И вот они готовятся отправиться в путь И вдруг что-то происходит Происходит совершенно невероятное событие Спор Еще раз Именно это, в частности, показывает достоверность Библии Лука говорит правду Рассказывая историю Церкви Ветхого Завета Иначе он составил бы только то Составил бы только те рассказы, которые были бы приятны для Церкви Он не рассказал бы нам о споре между Павлом и Варнавой Представьте себе только Эти два великих христианина Эти два первых миссионера Каждый из которых исполнил Святого Духа Те, кто прошли вместе первый миссионерский поход Эти люди настолько серьезно поспорили Что поняли Нет, больше они вместе работать не могут Поразительно Но так оно и было Так было Что же тут сказать? Так было И Библия говорит нам об этом Из-за чего вышел спор? Помните, в Деяниях Апостолов 13 глава 13 стих Иоанн Марк оставил их В первый миссионерский поход вышли трое миссионеров Павла Варнава Иоанн Марк Сначала они пошли на Кипр На остров В остров восточной части Средиземного моря Но на Кипре Иоанн Марк от них отделился Может быть было ему слишком тяжело Может быть у него живот болел Может быть по маме соскучился По дому соскучился Но он вернулся домой Теперь он хочет отправиться во второй миссионерский поход И Барнава говорит Пусть идет с нами Павел говорит Нет, не пойдет Варнава говорит Нужно взять его Павел говорит Нет, он не пойдет Варнава Рассуждает так Нужно проявить благодать на деле Иначе получится, что мы только проповедуем благодать Но не поступаем по благодати Павел говорит так Каждое решение имеет свои последствия Если не будет последствий Мы так и не поймем, что приняли неверное решение Если возьмем Иоанна Марка Он так ничему и не научится Я могу себе только представить, как спорили Павел и Барнава Но есть здесь еще один аспект Ведь Иоанн Марк Он двоюродный брат Барнава В церковном служении есть один принцип, который вам нужно понять Как бы мудро вы ни говорили Как бы убедительно ни говорили Каким благочестивым человеком вы ни были Убедить вам Никого не удастся Если ради этого человеку придется идти против своей семьи Против родственников Если человек защищает родственников Он вас слушать не будет А Иоанн Марк был родственником для Барнавы И в Барнаве духу не хватило Сказать Иоанну Марку Нет Что же происходит в конце 15 главы Это так же поразительно И очень поразительно Они разделяются Что это означает в практическом смысле Что это означает в духовном смысле Может быть Дух Святой где-то что-то просмотрел Может быть Дух Святой не наполняет этих людей Или не наполняет церковь Если так, то как вообще такое могло быть С практической точки зрения Ничего такого уж страшного в этом не было Потому что теперь у нас не одна миссионерская команда А две миссионерских команды Потому что теперь Можно пройти в два раза больше мест Так что речь здесь идет не только о разделении Само по себе разделение это плохо Но в данном случае есть и умножение У нас две команды уже, а не одна Скажу вам вот что Христиане спорят о том, кто был прав И многие христиане говорят, что прав был Варнава Что Павлу нужно было послушать Варнаву Что нужно было простить Иоанна Марка Что нужно было вернуть Иоанна Марка в служение И позволить ему пойти на второе миссионерское путешествие Они доказывают это, ссылаясь на стих из второго послания Тимофею Второе послание к Тимофею Это последнее из посланий апостола Павла И там, кажется, в четвертой главе Апостол Павел просит Тимофея прислать к нему Иоанна Марка Потому что, как говорит Павел, Иоанн Марк полезен ему И аргумент строится так Но смотрите Все нормально сложилось у Иоанна Марка Зря Павел от него отказывался Зря он отказывался от него с самого начала Потому что в конце своей жизни Павел говорит, что Иоанн Марк ему полезен В самом конце своего служения И в то время, когда он пишет второе послание к Тимофею Я хочу сказать Во-первых, я не ученый, не библеист И мое мнение на самом деле не столь важно А многие очень образованные люди, духовные люди И уважаемые люди Утверждают, что Варнаба был прав А Павел нет И, следовательно, нужно было взять Иоанна Марка с собой Я вам хочу сказать вот что Я считаю, что прав был именно Павел И вот почему я считаю, что прав был именно Павел Прежде всего потому, что Хотя мы знаем, что Павел порой ошибался Лука не говорит об ошибках апостола Павла Для Луки, который писал Деяния апостолов Павел — герой Павел — лучший из всех миссионеров Павел Именно Павел в конечном счете Заменяет Петра Становится главным из апостолов Лука не говорит Не подчеркивает ошибок Павла Это первое Теперь второе Почему Иоанн Марк стал полезным в будущем Впоследствии Почему он стал таким человеком Наверное, не только потому, что Варнаба дал ему еще одну возможность попробовать Он стал таким человеком, потому что Павел научил его У всех решений И есть последствия Принимаешь неверное решение Значит, теряешь все то, что было бы твоим Прими ты верное решение Благодать — это истинный принцип Прощение — это истинный принцип Все это действует Но также действует и закон Что посеешь, то и пожнешь Да, по благодати Мы получим награду в небесах Однако пока мы еще здесь На земле Наш грех Наши неверные решения Имеют свои последствия Павел получил прощение Павлу были прощены все грехи его Но ведь Павел участвовал В убийстве Стефана Да, Павел получил прощение грехов Да, Павел стал христианином Но Стефан-то не воскрес И будь у Стефана жена Она бы так и осталась вдовой А дети его Так и остались бы сиротами Родители Стефана Так и остались бы в скорби По потере своей, утрате своего сына У греха есть последствия Благодать не отменяет последствия греха В этой жизни И Павел показал Иоанну Марку Что есть последствия того Что он оставил команду В первый миссионерский поход Последствия, в частности, в том Что второй миссионерский поход Он не пойдет Значит ли это, что он никогда больше не будет с Павлом? Значит ли это, что никогда Павел не будет общаться с Иоанном Марком? Нет, конечно, не значит Павел хотел его снова видеть Павел говорит о том, насколько важен для него Этот человек, Иоанн Марк Нашел я, наконец, этот стих Второе послание Тимофея 4.11 Марка возьми И приведи с собою Ибо он мне нужен Для служения Это не значит, что Павел Не простил Иоанна Марка Это не значит, что Павел сказал Иоанну Марку Слушай, уйди отсюда, чтобы я тебя никогда Никогда больше в жизни не видел Нет, ничего подобного Он говорит Ты бросил нашу команду в первом путешествии Значит, во второе путешествие ты не пойдешь Это не значит, что мы никогда не будем работать вместе Это не значит, что Мы не будем служить вместе Но сейчас, в этот раз Ты не пойдешь Потому что в прошлый раз Ты нас бросил Нам не безразлична современная церковь И у нас есть, что ей предложить Поддержите наш проект Молитвой и финансами Информацию, о чем молиться и как пожертвовать Вы можете найти на сайте 3wtvseminary.com Ну вот какая вещь Некоторые христиане Похожи на Варнаву Что означает его имя? Сын ободрения Сын утешения Некоторые христиане Похожи на Варнаву Знаете, что они делают? Когда мы ошибаемся Они говорят Они обнимают нас Так это самое К тепло нам улыбаются И говорят Да ничего, ничего Дорогой, дорогой брат Все, лучше в следующий раз будет Все будет хорошо Таких христиан очень много Но знаете что? Есть и христиане Похожие на Павла Они смотрят на нас И знаете, что они говорят? Слушай, ты все испортил Ты действительно все испортил И этого не исправишь Теперь все меняется И вот что меняется Ты должен научиться Из этого Ты должен усвоить урок Чтобы усвоить урок Ты должен ощутить боль Страдания Я не хочу Лишить тебя всех последствий Твоего греха Но я хочу, чтобы ты усвоил Все, что тебе нужно усвоить Чтобы больше тебе не грешить Что больше тебе не страдать Так вот какая реальность Какова реальность? Нужны ли нам люди, похожие на Варнаву? Да, нужны Конечно нужны Но нужны нам и такие, как Павел Так что я не могу утверждать, что Варнава заблуждался Настаивая на милости Я не могу так же сказать, что заблуждался Павел Бог Восставил Варнаву Чтобы послужить Марку Бог восставил Павла, чтобы научить Марка Чтобы показать ему, что грех имеет свои последствия И вот так завершается 15 глава Деяния апостолов Она завершается подготовкой к новому миссионерскому походу Но команда другая Да, изначально должна была быть та же самая команда Изначально Павел и Варнавы должны были пойти вместе Но поспорили Варнава говорит Да, будет у нас в точности та же самая команда Ты, я и Иоанн Марк Павел говорит Нет, ничего подобного Пойдут во второй поход только те, кто прошли первые до конца И вот у них возник жестокий спор И вот что еще поразительно Деяние 15.39 Согласия уже нет Не было между ними никакого На Иерусалимском совете Вся церковь пришла к согласию И Павел и Варнава были На одной и той же стороне Они настаивали на благодати для язычников Это начало, первая часть 15 главы Во второй же части 15 главы Два христианина Христиане, которые раньше в Иерусалиме Были на одной и той же стороне в большом вопросе Оказались разделены По вопросу куда менее значимым И они расходятся в разные стороны И никогда больше не работают вместе Поразительно Два христиане Музыка Покажется Субтитры создавал DimaTorzok